Девушки отдыхают 46 лет, бизнесмен. Женат, детей нет. Подозревает супругу в неверности. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Денис. Доброе утро. Мужики, значит, у меня история такая. С женой мы с моей, с Алкой, поругались. Вижу, что у нее... Ну, что-то пропало как-то ко мне страсть, понимаешь? То есть я к ней, она к меня. Голова болит, давай не сейчас. Время прошло, звонок в дверь. Открываю, курьер стоит, букет такой держит. Я смотрю, карточки нету, не подписано. У него спрашивают, говорю, от кого? Он молчит, пятится назад. Я дверь закрываю, тут раз, сразу валка появляется. Спрашивает, откуда букет, что ей ответили. Ну, от меня, на, держи. Она на меня накинулась на шею. Я не выдержал, короче, признался. Так и так, букет не от меня был. Она на меня налетела, да ты как мог? Ты что себе позволяешь? То есть она не объяснила, от кого эти цены могут быть? Объяснила. Букет от поклонников. Авториса, она работает в театре. Ну, тогда вполне логично. Да нет, послушай, подожди. Букеты ей дарят на сцене, понимаешь? Она в гримёрку их носит, как веники, ей ставят там. Потом уборщица их выкидывает. Вот другое. Букет это носит ей домой. То есть тот, кто дарит, знает, где она живёт. И бывает у нас дома. А вы уверены, что он бывает, если что-то находили дома? Я в командировках постоянно, у меня бизнес серьёзный, ребят. Я не могу сидеть, пасти с женой. Каждую неделю я могу где-то задержаться на день, на два. И вот, видимо, она пользуется этим моментом. Ну, хорошо, давайте установим за вашей актрисой наблюдение. В вашей квартире установим камеры, посмотрим, кто приходит. Спасибо. Ждём распоряжений, но у нас новое дело, ребят. Спасибо, принято. Это тревожная профессия, актриса. Ну, да, я об этом говорил, говорю и буду говорить. Конечно, ревность неизбежна. Давай будем разбираться. Давай. На следующий день Евгений улетел по делам бизнеса в Санкт-Петербург, а наша команда приступила к работе. Мы дежурим у дома, где проживают супруги Цеповы, и ждём появления подозреваемой. Это наружка, мы на месте увидели женщину. Алла Цепова, 31 год, актриса в одном из столичных театров. Замужем, детей нет. А у вас пешеход лето ждёт, что ли? Сейчас пойдёт за ним. Давайте, группа обвеса тоже можете приступать. Хорошо, принято. Клик готова принимать сигнал. В то время как двое наших сотрудников приступают к установке камер в квартире заявителя, группа наружного наблюдения следует за подозреваемой. Внимание, у нас звонок, дай звук. Да, Боренька. Привет. Боренька, риги. Привет. Вы фиксировали имя Бориса. А я где? Да, я ушла. Один приём, она, похоже, вот с этим типом говорит, у меня из квартиры звонили. Если будут возвращаться, у нас будет проблема. Групповеса, сидите, ждите отмашки. Если что, оперативно надо будет свалить. Обвес под контролем, передал им информацию. Ну, слушай, не могу же я сидеть и ждать у моря погоды? Ты же у меня всё-таки не один. Интересная информация. Давай, пока. Она уходит от дома. Ребята, отбой тревоги, она не возвращается домой, поэтому завешиваем спокойно. Хорошо, спасибо. Мужчина уезжает. Алла не сочла нужным менять свои планы. Мужчина уезжает ни с чем. Телефонный разговор прозвучал многозначительно. Чего стоит одна только фраза, что таких, как Боренька, у нашей подозреваемой много. Принимайте сигнал. Мы закончили. Проверь, пожалуйста, звук видео. Звук видео принимаю. Спасибо. Принято. Собираемся. Молодцы. Тем временем подозреваемая доехала до места своей работы небольшого антрепризного театра. Сегодня у неё нет спектакля, но, возможно, будут какие-то репетиции или другие дела. Пока мы не видим необходимости в установке камер внутри театра, поэтому остаёмся дежурить у входа. Лёночка, здравствуй. Привет. Привет, Аллочка. Как ты после вчерашнего? Да всё прекрасно. Летаю, как ласточка. Рад тебя очень видеть. Судя по поставленному голосу, Лёночка тоже актёр. Отношения у коллег как будто хорошие, хотя в этом театральном мире ничего нельзя утверждать наверняка. Здесь люди привыкли использовать маски и на сцене, и в жизни. Ну что, ты сейчас отмучился? Пошли не с ним. Это актёрские отношения у них. Пока. Коллеги попрощались и разошлись. Отмучился? Это Алла, видимо, про репетиции спросила. Для кого-то театр – это храм искусства, волшебный мир образов и фантазий, но для людей, которые в нём служат, это обычная и зачастую рутинная работа. Наступил второй день наблюдения. Тем временем у её подъезда оперативники фиксируют появление знакомого автомобиля. У нас гости, смотри. Борис подготовился, вы посмотрите. Наблюдаем. Сегодня мужчина приехал к Алле с цветами. Неужели он и есть тот самый таинственный поклонник, чей букет наш заявитель выдал за свой? Интересно, Борис и вчера, и сегодня приезжает лично, а не присылает курьера. Он знает, что супруга Аллы нет в городе, и поэтому такой смелый. Картинка проходит, звук тоже. Вот звоночек в дверь. Идёт открывать она вниманием. Чёрт. Вот и по отношению к тебе. Это тебе. Понятно, если к ней с цветами, значит, ей. Наша команда ведёт наблюдение за Аллой Цеповой по просьбе её супруга Евгения. Пока наш заявитель в командировке, к его жене домой нагрянул кавалер с шикарным букетом цветов. У меня звука нет, парни. Ловите, звук есть. Боря, я сейчас запаздываю в театр. Тогда надо подвезнуть? Нет, нет, я хочу сейчас подвезнуть себе. Поклонник, да, Борис? Спасибо тебе большое за букеты, за выброшенные деньги на эти театры. Всё, Борис, давай, пока. Пока. Мужчина не ведём. Ни мы, ни Борис толком не поняли, что произошло. Алла буквально выставила своего поклонника за дверь. Она неодобрительно высказалась о цветах, однако букет всё-таки взяла. Тут два варианта. Либо гость пришёл не вовремя, либо он утомил актрису своей назойливостью. Через час Алла действительно уехала в театр. Дежурная группа работает по объекту. Ну, театр ждём её. Оперативники дежурят у театра. Ждут, когда у Аллы закончится репетиция. А пока мы фиксируем, как уже знакомый нам Леонид покидает здание в компании молодой женщины. Слушай, такая секси. Ко мне сегодня или к тебе? Тащенька. Сердце моё. Мне вообще всё равно бедёт. Это норма, да, у актёров? Театр понимать надо. Ребятки, ну не увлекайтесь. Мы Аллу ждём. Мы просто проводили их, и всё. Вы бы лучше так объекты провожали. Да ладно, чё-то Тихон всё чётко делает. Внимание, она выходит. Прошло несколько часов после ухода Леонида и Дашеньки. И вот, наконец, появляется наша подозреваемая. У нас звонок. Звук на втором канале. Нет, мой дорогой, я уже сегодня ничего не хочу. Голосовое она отправляет. Моя нервная система уже на пределе. Я хочу прийти домой, вырубить телефон. Ну и себя. Так что пока. Алла не стала разговаривать по телефону, а предпочла записать голосовое сообщение. Видимо, сил даже на беседу не осталось. Искусство требует жертв. И физических, и эмоциональных. К сожалению, адресат сообщения нам остался неизвестен. Пешеход продолжает вести объект. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Наступил третий день наблюдения. Сегодня у Аллы в театре выходной. Она все утро провела дома. Ночью возвращается из командировки наш заявитель. Видимо, заботливая жена готовится к приезду супруга. Она только что закончила уборку и собирается пойти вынести мусор. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Будет выходить. Женщину сопровождаем пообсюду. Алло, привет. Готовы принять ее? Нормально. У нас в подъезде нет камер. Звук потеряем. Пешеход, давай сразу встречаю подъезда. Хорошо, ждем ее. Звук подготовьте. Да, увидели. Что и что? Да нет, еще не вернулся. Ну да, ночью. А что? Спасибо. Сейчас никак не получится. Я в салон иду. Нам маникюр давай. Где-то часика через три я освобожусь. Слушайте, муж у нее вернется вечером. Она кого-то предупреждают. Не помогайте с сумками. Извини, я это не тебе. Короче, давай, я уже к салону подхожу. Давай, пока. Врет. Даже забавно. Актрисам по статусу, видимо, не положено выносить мусор. Приходится сочинять историю про маникюр на ходу. Интересно, с кем и зачем планируется встреча через три часа? Готовимся к встрече. Еще военного дома она собирается, убирается. У дома подозреваемый оперативники замечают кое-кого знакомого. А так, внимание, доложите Дмитрию. Дим, смотри, у нас гости опять, но это же другой человек. Это коллега из театра? Да, он самый. Есть сигнал, Дим? Квартира есть, спасибо. Сегодня в театре нет репетиций. И коллеги решили встретиться на нейтральной территории. Их девиз – не дня без искусства. Продолжаем наблюдение. Привет. Привет. Произошлась. Да, смотри, какие красивые. Что-то мне подсказывает, что не все здесь так чисто. Леонида Алла встречает с радостью. Не то, что своего цветочного поклонника Бориса. Видимо, простые человеческие эмоции дороже самого преданного поклонения. Что это по личности? Стерильность. А где тебя? Ураганы? Это я. Ихры? Да, ты был прав. Не похоже уже это на чисто актерские отношения, так скажем. Отправил материал, отринимайте. Вечером Дмитрий на месте событий готовится встречать Дениса, который везет заявителя из аэропорта. Евгению удалось прилететь из Санкт-Петербурга раньше, чем он планировал. Гребенев подъехал, готов работать. Здравствуйте, Евгений. Как добрались? Добрался. Долетел, как на ракете. Ну что, он там? Там. Все еще, да? Очень хотелось бы посмотреть на этого героя. Вы всегда только за. Приезжайте нас в подъезде. Увидели вас на этаже. Аккуратно работает, настроен он решительно. Сльек пьют в кухне. Вы просто вообще не успеваете. Евгений, ситуация понятная, но выпукл. Постарается. Да, да, да. Услышали вас? Да, фиксируем. Будут играть, смотрите, актеры. У нас на связи. Да я так, кто вы такие. Жень, не трогай его. Сейчас поговорим с тобой. А что делать? Будет трогать, а что делать? Жень, нам надо было с тобой, что давно обо всем поговорить, на самом деле. За все твои косяки. Сейчас поговорим. А ты сюда идешь. Давайте. Леонид, выдержите своего друга. Мы ничего не обещаем. Все, будешь страшно, ты не беспокойся. Я же сюда быстро летел. Большой, будь рядом. Ну и ты полетишь. Я согласен, возьми его. Тихо, тихо, тихо. Тима уже пошел, Сань, ты стоишь. Я не успокойся. Разделение нашей группы. Ой-ой-ой-ой-ой. Ты ничего не хочешь сказать, что это за... Бля, внимание. Я не стыдно за это все, нет? А вам не стыдно? Мне нет, мне не за что. Теперь с тобой. Сколько я тебя терплю, мне уже ты вот здесь, с**, сидишь. А что за косяки расскажи? А он не приходил домой, не принял. Ты мне должен... Ходи в твой... Театр! То, что ты бросил, п*****. Понял? Я постоянно домой еле задасталась. Повернула, да? Ты сам сразу... Собирала, прям магнит, божий. Не вмешиваемся. Сюда я пойду сейчас. Да вызывай хоть транспортную авиацию, собирай все, к**, ма, ты. Я не... Как вы ловко отнеслись. Поменялся он. Послабились на него. В чем ты поменялся? Как остался? Я тебя не чуяла запахи никакими или что? Вы в наступление решили перейти, да? Нет, я просто рассказываю правду. Сейчас ты в Бигедре идешь отсюда. Мы работаем по команде старших. Нет, сначала ты выйдешь отсюда, я соберу вещи, только потом я пойду. Я думаю, вам лучше вместе сейчас здесь не оставаться. Мы не покинем вас. Нет, ну подождите. Это еще вопрос, кто уйдет отсюда? Может быть еще Лене позволит? Ну давайте тогда оперативнее собирайтесь, мы проконтролируем. Я не буду ли у нас спрашивать. Почему вы его слушаете? Он начал изменять первым. Почему не ушли, когда он начал изменять? Я терпела, я думала, он изменит вас. А человек ни хрена не изменился. Это уже лирика. Давайте просто ради вашей безопасности сейчас вам лучше отсюда выйти. Хотя бы на время. От греха подальше. Ну брючки лучше надеть, конечно. Тактичник наши выдавили. Будем сейчас с тобой по-другому разговаривать. Молодцы, да, встречаем. Вот она вся правда полилась. А сзади мы работаем, сзади мы пошли. С какими ребятами другими вернете? Расскажите, с Леонидом? Есть такое. У Леонида там очередь. У вас серьезно с ним все? Я не про мужа, я про Леню. С ним не знаю. Вам показать видео? Какое видео? Да есть видео. Это круто. Спасибо вам большое. Поддержитесь. Давайте, ребята, вас уводим от нашей компании. Пойдемте. Покидаем пространство. Есть. Дарья, давайте я вам прибавлю, чтобы вы слышали, о чем разговор. Слушай, на самом деле мне вообще мастера не ведет. У вас уводим. Вот так вот. Откровение. Вас довезти может куда-нибудь? Не надо, все надо. Вы долго тут будете стоять? Столько, сколько потребуется. К сожалению, да. И вам их лорать. Женщина выйдет, можно по ней уже не работать. Приняты наши красавцы. Слушай, ну не нравится, никто не держит. Пошла бы аль. А то сейчас, говорит, он самой сегодня виноват. Да нет, мне просто все комфортно, понимаешь. Она живет одна в свое удовольствие, пока он в командировках. Потом оправдывает все его косяками. Ладно, нам-то что-то лапшу на уши. Да-да. Понимаешь? Стоп. Спасибо тебе. Сейчас супруги Цепова проходят через сложный бракоразводный процесс. Общаются они исключительно через адвокатов. Ведут борьбу за финансы и имущество. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова